Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 28 выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске для терапевта закрыл квест за 400 тысяч рублей в здоровом теле «Здоровый дух», и это позволило закрыть ещё один квест также терапевта «Физкультурник» с достижением 10 уровня здоровья. Закрыл тарковский стрелок, часть четвёртая, прокачав навык владения снайперскими винтовками до третьего, осмотрел ряд магазинов в торговом комплексе, закрыв квест распродажа, и вернул ультребылое величие, добив диких по заданию барахольщика. Казатыин, Серёга, Антоха и DTV Galaxy Slam. Я так понял, это твич? Благодарю, ребята, за вашу поддержку и доброе слово. Warface больше мне не интересен. Забросил. Насчёт Юсека в четвёртом сезоне солидарен. Андрею АК спасибо отдельное. Снова благодаря тебе среди зрителей по комментариям разыграем два ключа стандартного издания Escape from Tarkov. В комментариях под этим выпуском пишите, участвую и ваши контакты. Дискорд, телега, мейл или что угодно, где вас можно найти. Итоги подведу и объявлю в ближайших выпусках. Удачи! В этом году, возможно, появится режим арена, но Игорь на канале Gobster Play уже устроил эпичное зрелище. Кто не смотрел, рекомендую. Посмотреть реально есть на что. Контент с пвп стенка на стенку я в Tarkov'е увидел впервые. Ссылка будет в описании. Всем приятного просмотра. Помните этот квест с устранением? С устранением диких. Мне нужно ещё 20 диких допилить. На любой локации, с любого оружия. И всё это я планировал сделать, так как здесь жирно будет мне по опыту почти 28 тысяч. ОФЗ-снаряды, которые мне тоже по квесту потом пригодятся. Не надо будет их нигде крафтить. Денежка немножко. А теперь смотри. Выжить, выйти на локации лес. Два раза нужно будет. На каком выходе? Лес, выйти, выжить на локации. Всё, выходить не обязательно. На каком-то конкретном выходе обязательно просто выжить на локации. То есть это пару таких быстреньких рейдов в лес получается. Найти и передать тротиловая шашка. Не знаю, хватит. Навряд ли у меня хватит времени. Одно у меня есть. Мне одну всего найти. Но если успеем сегодня, то возможно за дикого на маяк сгоняем. И по устранению у егеря у меня ещё один ежедневный квест. Устранить диких из винтовки. Какой? Правильно. Молот. 215-я. Горностайз, который я в прошлом выпуске ходил настреливал. Неважно на какой локации. 18 диких. То есть если я сегодня доделаю недельный дейлик, то я получу от егеря порядка 38 тысяч опыта. По текущим задачам у меня на таможне, например, есть найти, пометить маркером с 2000 места ритуала. Плюс на таможку есть тарковский стрелок, часть 5. Мне нужно в ночное время с 21 до 5, используя болтовые винтовки, восьмерых настрелять. Но не каждый день выпадают такие еженедельные и ежедневные квесты, которые делаются параллельно, из-за которых получаешь такие щедрые довольно награды. Ох ты блин, я совсем забыл. У меня же тут... Я настолько давно тут ничего не делал в убежище, что я забыл совсем, что у меня здесь есть возможность уже установки генератора. Он у меня сварился. Бам. Во, куда всё топливо будем сливать. Есть гены максимального уровня. Верстачок тоже у меня готов. Бам, устанавливаем его. Здесь можем варить теперь всякие, блин, интересные приблуды. С прочими улучшениями в убежище я, пожалуй, в конце выпуска тогда займусь. Как раз посмотрим, что у меня там по деньгам получится сегодня выручить, если получится. Так, я собрался, знаете куда? На таможню. Там время, оказывается, подходящее. Я заглушил горностай, взял ночное видение, пойду ночью, взял с собой ключи, ключ от Меченки взял. По остальным не буду шариться. Маяк взял, чтобы Меченку пометить. Идём за ЧВК, идём на таможню, потому что время 21.20. Как раз в самый раз сейчас ходить и стрелять по локации. 8 диких мне нужно будет дострелять за условленное время. И если будет возможность, я бы хотел всё-таки закрыть квест Секта, если получится пометить Меченку. Пометить Меченку. Пометить Меченку. Мечен. Пометить в Меченке Меченый Круч. Круг. Пометить меткой Меченку. Пометить Меченку. Пометить меткой Меченый Круч в Меченке. Круч. Круг. Пометить меткой Меченый Круг в Меченой Комнате Меченки. Пометить Меченый Круг маячком. Это скороговорка какая-то. Пометить Меченый Круг маячком в Меченке. Эх. убивать так 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 это я на спящем темного ста уже нормально хочу я такой тяжелый 23 килограмма вроде так значит пошли на наружу сегодня под ночнушкой поиграем о флешка начало дня уже неплохое бам еще провода но мне провода пока не нужно да не то что пока лил я же уже закрыл этот квест ну чё где у нас тут будут дикие предположительно это крыша предположительно это блокпост снайперов у меня хороший спавн по дикарям как раз таки кто не помешает на вот вижу уже один приехал ну вот осталось 7 ох как у меня штрафы подвину поэтому по движению это скорее всего мне шлем такие штрафы дает что-то прям такая инерция противная по ощущениям а чё у меня не видите получается дикие да слишком темно получается уже а уже семерки по это раз это тут еще шарился слева не исключено что это вообще не дикий был но они меня не видят в темноте а что можно хулиганить ключ от завода так тебе сказали это все таки дикий касса был ну чё пойдем попробуем забрать его чё раз он что-то здесь уже тут здесь он вроде тут здесь а я его не вижу это где-то тут спал что ли или наверху он залез расскажет что-нибудь нет по моему там вообще нет ни дикий да ладно так что такое там светит а дикий виду блин слева кто-то блин это чувака е-мое ой короче я чем чем дольше вот так вот буду сидеть есть вот третий пошел я что-то я побаиваюсь там проверять по моему тут за забором кто-то двигается не рискнулись я туда опа дикий отлично ну а вот половина квеста уже того лишнее тут не таскать а вот тут друган мой бывал точно за забором ох сейчас вылезти не получать бы у меня хребет вы видели это он просто через заму сквозь забор прошел он сквозь забор прошел представляешь чего-чего от такого я от театарков точно не ожидал чтоб ну ладно вылез там каким-то макаром да ну чтобы прям пройти сквозь забор это по моему уже перебор а добил я все-таки достал каспер мать твою вот дает так ну вот не отходя от кассы пятерых уже тут накидал нормально нормально так пойдем наверно сюда же хотя я тут наприятные звуки слышал но он пришел с той с территории заводской так что пацаны да сладкие не стрелил но у меня кровотечение и живот выдал с пистолета так что надо лечить с пестика с макаром мне живот в ноль это глядя но в у в в в в в в в в в ладно тебе нормально все пережили до свадьбы заживет с макара а я такой макар еще не видел прикинь ты поглушитель можно на него нацепить кепка кепка все последний остался вот тебе и макар это патрон козы значит все я думаю можно в сторону общежития двигаться там попутно я готов поспорить что найду какого-нибудь одного дикаря поехали его застрелю и пойду в общежитие до выполнения тарковского стрелка очередного всего одно убийство а вот и выполнение моего квеста ходят я надеюсь у него тут друган точно бывал вот он отлично попался так слепит нормально я вам скажу мы сейчас заберем попьем все можно в общежитии опедалить смело патроны докину чтобы быть в полной готовности да ой на гранату патроны кладу ну вот прямиком в общем в общаге можно было бы конечно заглянуть попробовать на заправку но смысл только если там решала попробовать зацепить как решала мне по квесту и вот эти золотые нужны ну уж явно не с болтовкой да туда идти с горностаем да нет они бы подскочили уже на эту сторону если бы я если бы не тут были когда я вон того дикого застрелил возле девятки я так считаю пойдем в общежитие попробуем внедриться посмотрим что из этого получится мне нужна трешка мне нужна меченка ключ от меченки имеем маяк имеем основная задача по которой я сюда выдвинулся уже выполнена так что как говорится терять уже нам практически нечего под гитарой говорили здесь флешка спавнится я на основе находил там флешку на самом деле найс инфа достоверная так что если кто еще до сих пор флешки ищет да стопудово есть такие тут половина но не половина конечно а часть игроков уже сами вайпнулись наша играть скучно говорят наверное с двушки зайду прям в наблю точнее со второго этажа машина на случай всякий нет машина нет а ключи же я от таможни не от таможни взял опа опа ваше на флешки и тут у нас полон она давай пробовать было не было как говорится слышь я те слышу на меченьке хочет общаться не хочет умирать ты один о еда в цвет если выживу покушаю у ветка напугала тень от ветки с а3 качается страшно боремся в меченку маяк закладываем и я еще и секту закрою ну вообще сказка вам устанавливаем забираем это для ключ карт держатель в духе входит пока 74 0 0 выиграть заберешь к патрона все получается тишина нет еще рублики тысяча один рубль почти полон ps но лучше я магазин ps зажму еще покушать чем соскрески вот это шлепать да пойдем потихонечку на выход надеюсь меня тут никто не пасет на выходе типа потихонечку вышел сегодня перешебуршал там перешуршал ну вот два больших хороших дела сделали считай тарковский закрыли плюс а чё я на выход-то тороплюсь по большому то можно и дальше погулять с горностая повыполнять квест да время 14 давай в этот посмотрим еще блокпост здесь найперов а вон вижу во еще один ушел в квест и в срф тоже глянуть хочу он где-то ругается это ругается обзывается афига то барахло скину интересно как выглядят очки а тут не посмотреть солнцезащитные очки и через них пялишься в прибор ночного видения да а луна свет на нет но после ночнушки так глаза не привыкшие нормально новые срф еще постреляем можно домой это челобот бежит вон она пыль палишь хату от челобот по ходу пробежал до полога ах убежал по ходу хана мне и а 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 чик типа я убежал на воду чик я вернулся эй выходи не спеша быстро выжил нормально прогулялся но не дурно 24 минуты 6000 почти опыта много я диких настрелял 14 целых нормально хорошо хорошо падали квестом этим продвинулся закрываю тарковский стрелок часть 5 с 9 вечера до 5 утра успели восьмерых диких настрелять на локации таможня с болтовки тарковский стрелок часть 6 убить диких снайперов используя болтовые винтовки но это сто процентов нужно идти на бережок там больше всего теперь снайперов раньше на таможне было сейчас это чисто берег также сделали квест секта часть 2 пометили последнюю меченку 2 в лесу до этого на берегу до этого пометили и в этот раз удалось на таможне все сделать секта часть 2 закрываем меняю шлем на стальной шлем обычные которые не жалко будет слетей буду покурю короче лес 1355 идем страховать ничего не буду так налегке и выдвинемся в первую очередь в лесу буду охотиться на диких мне нужно семерых добить и 2 дейлика у меня отлетают получаю хорошие награды там время поджимает значит будем быстро не спеша все это дело делать вам ого на зубешки понятно суши каком мы будем направлении это двигаться справа у меня сейчас спауна это точный а прям 100 500 процентов блин деревня она пойдем по опасной тропинке тогда в эту сторону сначала потом вернемся на ту сторону через кп исеков но я готов поспорить что у меня пацаны там под справа подспавнились чавыка я имею ввиду чавыка мне сейчас пока не нужны будет у меня дальше там тарковский стрелок когда мне надо будет в одном рейде из болтовки троих чавыка в лесу убить вот там то я вас и буду ожидать пацаны ого две ксюхи да две ксюхи в натуре а шо и куда мне складывать это все а где-то сунды ну тогда вот так сделаем раз 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 пэски а раньше в ксюхах всегда пэти бпшки спавнились глава кончилась а у этого еще половина магазина ну ладно я же просто так взять и не посмотреть патроны красивые с пасями с па восемь ерунда так а чё там есть кто нет поехали искать приключения появляйтесь я готов что за звук так на мчс шлепает что блин я бы не хотел сразу же лезть в тайник в этот лопщак штурмана что мне потом с лутом с этого общака ходить по всей локации что бред бред пид какой то вот так что вот 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 знаю где сто процентов есть дикие такой себе маршрут я конечно выбрал туда пофиг или что или спуститься одного вижу на 123 с него и начать можно до душа может тут у нас появится этот тортиловая так 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 ну все приехал деса вот это вот более интересный получается спаун у меня да сейчас когда это самое можно будет пойдет блин а куда мне пойти под на самом-то деле лучше какую сторону позиции ящик что ли спавнить вау я не знал понял понял так выход на машине есть я предлагаю знаешь какой быстрый вариант попробовать сходить блин или куда-нибудь на лесопилку в ту сторону ладно под гриду давай в первую очередь оттуда уже будем наверное вернемся в деревню если там тихо тихо будет я вернусь постреляю диким здесь в деревне и тут же вы еду на машине а можно вообще в тупую сейчас попробовать взять да и выехать на машине давай так и сделаю забегу в деревню в деревне постреляю диких что-то вот эти вот ну вроде бы одна мысль пришла но ты делаешь по-другому как-то вот обычно у меня это плохо потом заканчивается как вот с этим жить не вижу никого пока пока ну вот ну вот вот у а а Ой, ё-моё. Я по-моему кто-то есть. Точно. А ну подожди. Один. Ну один есть уже. Что-то. Уже не просто так на локацию вышел, да? Сейчас покушать, попить найду. Можно чесать отсюда. Начинается. Я вижу кек, ленту. Всё, у меня руки чешутся. Я аж прям не могу. Так. Вот, например, мрре подойдёт нам. Этот сок сразу накажу. Ещё какую-нибудь бутылочку с водой, что ли, или чё-нибудь её там вроде найти бы. Нашёл сок. Ой, это он. Ой, мамочки, воды-то сокок. Спасибо, Тарков. Спасибо, родной. Я тебя тоже очень люблю. Так. По идее, по идее, я могу выйти уже с локации. Попробовать. А попробуем на машинке, выйдем, а? Выход выживания интересно засчитается мне таким макаром или нет. Ну, что, и треничок глянем. Раньше было достаточно одного дикого, убитого в голову, если ты его утонул. Сейчас вот. Если честно. Сомнение есть. Не понял. А где мы-то, а вот он. Растирался. Понятно. Ладно, некогда перекидывать. Хотя можно было бы закинуть, да? Боксер. 10, 9, 8, 7. Ой, потериться же хотел. Обколючку. Забыл. Окей. 6 минут еще опыта. Ну, вполне возможно, что мы сейчас будем... А, кстати, у меня, смотри, не пробежка даже за 5, не меньше 5 минут. Денис Пикатиней пострадал. Хоть этого рита пострадал Денис Пикатиней. Ну, что, получается, мы еще и Дейлик, походу, лесной закроем с выходами с локации, да? Что-то какая-то самая... Прямо заспавнился. Выходи, не хочу. Дикий тебе тут еще и в голову. Ум, чакалака. Вот, теперь меня заспавнило, бог знает где, да? На верхушках. На верхушках, где база этого самого, да? Да. Слушай, а теперь другая сторона на этом спавня. Раньше на этом спавне, когда появлялся, если я не ошибаюсь, у тебя... А, нет, там чуть левее есть еще спавн аналогичный. Да? Чуть левее, если спавн, то выход у тебя за Б-16, за 14 было, а теперь за Б-16, а южный... Ну, это, блин, в ту сторону надо идти. Пойду от Тальмаскоп быстренько гляну. И пойду под антенной пошарю. И... возможно... Блин, на коттеджи бы пошарить еще. Да, я думаю, недостаточно будет диких. Я не думаю, что я шестерых диких убью под антенной, плюс на коттеджах. На коттеджах, скорее всего, уже вырезано, у вас зоно все будет. Сейчас проверим. Ну и ладно, что, время пока, слава богу, есть. Это что такое, агументин, обдалбос? Офтальмаскопа нет в этот раз снова, к сожалению. Все, вот и все ценности. Окей. Ну, не дурно, в любом случае. Че я его таскать-то буду с собой, да? Так, сделаем. Пусть они страхованы, зато с галочкой будет. Прямо по-натенну вот эту. Парня, сейчас поковыряемся на пункте питания. Ну, тут раз на раз не приходится. Бывает, там вообще никого нет. А бывает, там по трое, по четверо ходят. Вот не угадаешь никак их. Если бы еще на заболоченной деревне спаун не убирали, то я бы с большей уверенностью сказал, что я смогу шестерых диких настрелять. Если никто не помешает, конечно. О, кто-то есть. Другам говорят, бывал точно. Опа. Один приехал. Есть второй. Второго я не вижу. А ты меня видишь? Ага. Вон он, сука! Да, он меня видит. А его нет. Ну, блин, давай выходи, а. Я не знаю, что за пушка у него. Боюсь выходить на него. Спускаться в бункер боюсь. А если он забежит, я как в ловушке же там буду сидеть. Тюй, где твой мать застрал? Не попал. Эх ты. Попал. Все-таки. О, хорош. Давай, 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 братья. Как скажешь. Вот падла! Хуело, вот хуело. Конец тебе! Есть. Третий. Опасный тип. На флешетах. Итого трое. Полдела, как говорится, сделано. А этого поглядели. А этого поглядели. А, нет, не поглядели. Поменял уже позу. Притворяешься, что ли? Шага 220. С сейфом ключ. Вроде бы. А, нет. Или да. Да, вроде. Но начало дня неплохое. Троих уже подбил. А я еще вышел в вечернее время, так что долго ходить нельзя никак. Повязки. Норфи сюда определим. Все, больше никого здесь. Похоже, что... Значит, план таков. Иду сейчас в сторону коттеджей. На тех коттеджах, если будут дикие трое, достреливаю, то выхожу. Если их не будет или не будет троих, то я направлюсь в сторону гряды, где синяя палатка под скалами. И буду там искать своих клиентов. Таков мой замысел. Все, я на месте. Машинка, я вижу, стоит на месте. Иду от меня, получается. Сейчас, родненько, если троих тут настреляю, поедем во своясь. Выстрелов с этой стороны я не слышал. Возможно, глушенные. Возможно, тут не было никого. Опа, вот он, первый. А, ребра, блин. Есть второй. А где конкретно? Ну, ты же выйдешь посмотреть, да? На выстрел. Вон, 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 вон он. Хантер. Падла. Сейчас повыше заберусь. Ну, так, про это забываем. Про еду, питье. Отсюда не видать толком ничего, да? Блин. Ну, он один. Судя по всему. Печально. Или двое. Ладно, рискну последними зубами. Да, блин. Да вот, вот он! Ау! Нет, это хантер. Быстро! Надо укрытие срочно. Да нет, это разные же, говорили. И оба шули с хантерами? Да нет, это не хантер. Да нет. Ты чё там, бля, вопей, шупырь? Да чё, не попадают-то? Так, а почему два устранения? А-а-а, потому что этот, потому что этот самый же, помните, я же убил этого Решалу, ой, Решалу говорю, господи, как его фамилия-то забыл, быстро хотел сказать, штурмана, штурмана, давай я сейчас спошу реку тогда, всё, я два дейлика закрыл, по времени у меня там, а, 22 часа, я же только взял их, получается. Всё правильно, с горностая я настрелял, на одного больше нужно было с горностая, здесь просто устранить диких, штурман же уйдёт в счёт простых диких. Поэтому у меня всё нормально, я, значит, мне пятерых всего надо было застрелить, а не шестерых. Вон оно чё, Михалыч, ну зашибись тогда. Всё, можно выходить, я ещё дейлик закрою, если выйду сейчас с локации. Уж не буду я смотреть, чё там, на лесопилке там, пожалуй. Пойду сразу, выйду здесь на машинке. Вот это да, вот это хороший рейк получился, нифига. А я почему-то думал, что мне надо шести, ну не почему-то, а я забыл совсем про то, что штурмана я застрелил с Ксюхи, я поэтому его не считал. А он, оказывается, шёл в один из дейли квестов, там оружие без разницы какое. Зашибись. Гляну, тайник, быренько. Ну чё, большое дело сделал? Нифига, такой дейлик закрыть огроменный, да? Тоже дело. Прокорд нашёл, зашибись. О, харизма, лучше надо пятого. Ха, просто залутание. И перетаскивание предметов. А у нас там 23 секунды. Потремся чуть-чуть. О, хорошо. Почесал. Вышел Дисона крыльцо, почесаться об колючку. Всё, поехали домой. 17 минут, 3000 опыта и убиты с ВПО, 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 все пятеро. Вот так вот бы сразу, да? Ну, колючка вообще никак не повлияла. Уровень как и был, 27,6, так и остался стрессоустойчивость. Даже несмотря на то, что мне руку выбивались, попадали там. Я вообще фиг его знает, чего качается эта стрессоустойчивость. Либо под болью ходить, что ли, или чё. Ну, видимо, под болью какой-то ходить. Ну, хотя я боль об колючку получал нормально. Зато жизнеспособность чуть-чуть качнулась. Нет худа без добра. Есть, да или квест, выжить в эти с локации лес даёт. Он мне тут кое-чё всякого разного. Но опыта 5000 забрали. Это хорошо. Забираем два чайника. 10,5 тысяч опыта. Во, егер уже с отрыгав. Доброт. Ну и квест в принципе, да? 18 диких с ТКМ-огарностая. Ну-ка, настреляй. И большое устранение с 50-ю дикими. Тоже закрываем. Здесь 27,800 опыта у меня. И три ОФС-снаряда, которые нужно будет по квесту для прапора. Значит, по оперативным задачам у меня осталось только найти и передать. На любой локации тротиловую шашку надо принести. Надо две, но одна у меня лежит в ящике с хламом. Значит, за этой тротиловой шашкой отправимся на локацию маяк. Пойдём на маяк за дикого. Его не жалко в случае чего. Да и там за одним предметом отправлять ЧВК тоже такое себе. Прогуляемся вдоль бережка, где-то в районе самого маяка непосредственно. Там есть несколько мест, где может появляться эта тротиловая шашка. Найдём, найдём. Нет, так бог с ней. Так, что-то у нас тут. Ой, в каком я месте нехорошем появился. Очень даже нехорошем. Месте, где отстреливают как раз диких. По квесту, да? Так, смотри, в общем. Значит, бежим в сторону. Что у меня там есть медицина? О, медицина есть. Неплохо, неплохо. Значит, мы тебе лёгкое и подлечиться сможем. Держи, она даже есть. Погляди-ка на вид. В общем, смотри, здесь внизу... Разогнался-то, разогнался. В общем, как я искал эту ТП, хуй. Я шёл в сторону... Маяка обычно. Ну, там я и буду выходить. У меня там выход работает-то, да? 16 минут. Времени у меня не особо много. Переход на берег, да. А, нет, это же переход на берег. Это другая тема. Обвал на шоссе. Нам подходит этот выход. Если меня ещё никто не накажет там сверху... Или снизу. Есть тут одно место, где... Техника забуксовавшая. Тут кто-то куда-то пытался вытянуть. Вот там добрышко можно будет найти. Я там находил. Успокажу. И буду бежать, пожалуй, прям вдоль берега. Да, опасно, да, может быть. Как-то это... Неадекватное решение, но и пофиг вообще. Будем пробовать шашку найти. Попутно всё будем проверять. Благодарю. Тишина. О, здесь субарик застрявший. Между ними здесь всякая шляпа. Дрейль, ещё что-то. Тут почти ничего нету, да. Пассатижи. Круглогубцы точнее. В общем, нету ничего. Это модуль. Окей. Значит, технично Буду идти и всё подряд на бережку. Собирать. Чего найду. Под звуки прибоя. Не прибоя, как он. Под шум вал. Разбитые ящики. И в них частенько попадается добро. Вот типа вот таких. Вот таких. Что-то нету нифига. А шо я такое? Кто-то выгреб, что ли, всё это. Что-то у меня такое ощущение, что кто-то уже пробежался. Вынюхал всё. Мне не оставило ничего. Но это не основные места, где я находил тротил. Я тротил находил конкретно, скажу, вот напротив вот этого маяка. Есть хижина рыбацкая. Там плюс за ней. И на повороте на этот маяк есть ещё местечко. Где автомобили там стоят. Вот в этих автомобилях. Тут чё смотреть? Тут нет. Блин, да тут есть, скорее всего, места. Просто я их не знаю. Я на маяке-то не так часто играю. Тайник попялись. Пусть пусто. Пусто, пацаны. А вон свои стоят, да? Сейчас чё, дикие испавняться, что ли? Будем знать, будем знать. Или это челобот нерадивый. Да нет. Навряд ли. Как-то трескает там. Значит так, на дебаркадр, не обращая внимания, сразу пойду в хижину эту рыбацкую. Посмотрю. Блин, новые локации так симпатично выглядят. Такие виды, да? Просто улёт. Ну, мне нравится, по крайней мере. Атмосферная локация. Но делать тут особо нечего. Кусачки. Кусачки нам не надо. Надо шевелиться, что-то я в развалочку хожу. Время-то поджимает. Мне же ещё на выход бежать. Так, тут антиквариат. Вот лев, допустим. Лев просто лежит лев. Гофра, вода. Ещё вода. Дальше сарай. Что там не обнаружили? Вы что там проверяете без моего разрешения, негодяя? Так, и вот здесь поваленная изба. Перед сортиром. В дровешнице, или как она называется, в сарайке в этой. На столике. В самой избе. Заходишь, смотришь, ничего нету, уходишь дальше. Гайд отличный. Как найти тротил? Подходишь, смотришь, нету. Уходишь. Ну да, ну да. Респиратор. Цвет. Ну и ещё как вариант, это вот эти... Это вот эти вот грузовички. Палета пустая. Блин, походу нет тротила, да? Хотя ещё вот здесь можно глянуть. Что-то лежит там зажигалки какие-то. Ну, в общем, примерно тут я чаще всего находил этот тротил. Так что, приходите, смотрите. Сто-пудово ещё в комментах пацаны накидают. Куда за тротилом ходить. А вот он и лежит, кстати, пацаны. Вот он, ТП-200. Моя теория подтвердилась здесь и сейчас. У меня станет больше, что ли. Какие кивочки. Теория подтвердилась на практике, говорит. Всё, идём домой. То, что мне надо было найти, я нашёл. Семь минут у меня до конца рейда. Выход совсем недалеко. Тут ещё попутно, возможно, что-нибудь в мешок более ценное накидаю, если со скалу никто меня не подстрелит. О, пожалуйста, сахер. И выкинуть можно. Всё, какой-никакой приварок. Возле техники, бывает, внизу прям лежит присадка топливная. Что-то куртка меня всегда пугает, да? Скотч монтажный заберу. Говорят, он продаётся там хорошо. Что мы можем скинуть? Например, покушать нету ничего. Вот у нас есть сушняк водочки. Ну вот. Вапивон, запивон, закусон. Всё, есть. Сейчас мы нахождение льва и отметим, да? Льва, ещё и топливо, ё-моё. Ну что, дешёвое, скинем. Так, что ещё можно? Бинтик скинуть. О, топливо домой заберу. И пара курток Мацану, да и всё. 118 общага. 118 там куртки, кажется, висят, да? Всё, братва, погнали домой. Массия выполнена. Нужно чесать отсюда. Оттуда и превью какая-нибудь, да? Три семёрочки, понятно. Не хухры-мухры тебе тут по опыту. Фри Саймон чисто по делу двигается. Честно говоря, первый раз у меня такое, что я все дейлики выполнил. Но если бы надо было два тротила найти, то вряд ли бы я его сегодня закрыл. Благо, что у меня один имелся, поэтому имеем возможность завершить ещё один ежедневный квест с нахождением и передачей предметов. Какие возможности мы сейчас имеем по убежищу? Давай поглядим. Медблок я точно не могу поставить. А вот насчёт зоны отдыха здесь мы можем получить третий уровень. Плюс 10 очков максимального запаса энергии будет. Да, тут только докупить предметы. Всё, готово, докупился. 10 часов время постройки и у нас будет улучшенная зона отдыха до максимума, до третьего уровня. Водосборник тоже можем улучшать. Сейчас я докуплю, тут предметы какие необходимы. Всё, готово. Водосборник третьего у нас будет через 16 часов. Отлично, ждём. Пока больше никаких улучшений не могу сделать для убежища. Но это временный вопрос. В следующем выпуске есть у меня кое-какие планы по прогрессу здесь в убежке. Но это будет в следующем выпуске. А на сегодня у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Благодарю за поддержку. Надеюсь, выпуск вам понравился. Спасибо за ваши пальцы вверх, за добрые комменты. Будьте здоровы. Всем отличного настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.